Всем привет, братья! Вот сейчас плохая погода, сырость, дожди, наверное, везде или только у нас, не знаю, но делать нечего. Я пересматриваю различные бои. Вот пересмотрел еще раз бой Хейни против Ленариса и посмотрел очень интересный бой. Казахский проспект Батыр Джуканбаев против Сабриэля Матиаса. Сабриэль Матиас это тот, кто убил Дадашева, боксера. Ну как убил там, в принципе, не его вина. Он боксер, он делал свое дело, а убили его, может быть, скажем так, его команда, которая не сумела вовремя остановить это избиение. И в итоге вот такое. Сабриэль Матиас это, в общем, такой околотоп, очень твердый середняк. И вот после победы над Батыром Джуканбаевом он станет, в общем-то, уже тендовать на чемпионский титул по версии IBF. Я думаю, вполне ему по силам стать чемпионом мира. Боец очень классный. Вот, я просто вот теперь буду смотреть его бои. Посмотрел этот бой. Крутой мужик, он сражается, ну, похож где-то чем-то там на Деревянченко, на Смита. Вот такой закваский парень, мне такой бокс нравится. Он просто какая-то нахрен машина убийства. У него там провел, я не помню, что там сколько боев, и все выиграл, все досрочно, все нокаутами. Единственный у него проигрыш против Петроса Аныняна. Это такой армянин, который за Россию выступает. В принципе, армяне, они выступают за самые различные страны. За Украину тоже там много выступает армян. И сейчас есть один армянин, действующий чемпион. Прикольно было бы, вот если бы, допустим, встретились два армянина. Один за Россию, другой за Украину. И один другого армянин побил бы. И говорили, наши украинцы крутые. Или русский бы побил. Там украинцы сказали бы, наш украинец. То есть наш русский боец там побил хохлам. Прикольно, да? Что по этому бою сказать? Этот бой настоящий, как вот говорил другой казах, земляк Батыра Гена Головкин. Биг драма-шоу. Это, блин, настоящая драма-шоу. Именно я смотрел это как какое-то театральное представление. Батыр Жукин Браев. Это подающий надежды такой казахский проспект. Чем вот казахи схожи с украинцами, что и у казахов. Их украинцев есть много проспектов. И на них возлагаются огромные надежды. Считают, что эти ребята, они должны, в общем-то, там становиться как минимум чемпионами мира. А то, может быть, даже и объединенными. И эти ребята где-то на подступах там к топовому уровню. Они проигрывают. И это вызывает большое разочарование. Это нам знакомо. Батыр Жуканбаев. Такой, в общем-то, панчер. Да, он такой атакующего плана боец. Вот что-то типа нашего Богачука. И судьба у него типа Богачука, да. Тоже вот таки Богачук вышел на бойца. На такого твердого середняка около топа. И тоже, увы, не затащил. По бою, значит, бой начался... Ну, Батыр вообще молодец. Он начал очень хорошо, очень уверенно, агрессивно. Стал прессинговать Матиаса. И я даже подумал, что вот постепенно Батыр его перебьет потихоньку. Хотя, думаю, подождите. Это все-таки проспект. И он менее опытный боец, нежели Матиас. Матиас так просто не будет сдаваться. И что-то еще впереди будет. Вот это вот именно интрига, ожидание чего-то. И отдельно хочу сказать о спортивных комментаторах. Что казахских, что украинских, что российских. Неважно, постсоветских. Я не знаю, как там на западе, какие на западе комментаторы. Но вот постсоветские, они когда комментируют то, что в ринге. И ты думаешь, блин, что они комментируют вообще? Вот я смотрю туда, в экран, да, и там происходит совсем не то, что они комментируют. Так вот, в этом бою они комментировали только лишь действия Батыра. И все. Такое впечатление вроде Матиаса там никакого вообще не было. Вот у Батыра прошла там двойка, вот у Батыра такой удар прошел, такой удар Батыр. То сделал Батыр. Все про Матиаса там вообще почти не упоминалось. Все это длилось где-то до четвертого раунда. Да, я даже услышал, что Матиас андердог. Серьезно. То есть, ну как, твердый середняк около топ сражается против подающего надежды проспекта. И он андердог, это, не знаю, ну было там такое слово точно. Они сказали на Матиаса андердог, мне стало смешно, но повеселели. Да, все это длилось одностороннее такое комментирование и незамечание Матиаса до четвертого раунда, когда случился нокдаун. Батыр пропустил, в общем-то, там такую серию два или три боковых удара, которые, в общем, повалили. Но там, по-моему, до окончания уже было недолго, и его не сумел Матиас заработать. Он вроде бы как пришел в себя, и вот после четвертого раунда, уже начиная с пятого, наши комментаторы, ну не наши, я имею в виду, те, которые комментировали матч, бой, вернее, они стали замечать уже и Матиаса, они увидели, что и Матиас неплохой боец, оказывается, он тоже попадает хорошо по Батыру. И, в общем-то, Матиас, он взял, скажем, инициативу в свои руки, стал прессинговать, и если до того Батыр выходил на нужную для себя ближнюю дистанцию, а он уступал по антропометрии, поэтому, ну, естественно, ему надо бы заходить на ближнюю дистанцию, у него эти руки короче. И у него это получалось, они рубились с Матиасом на ближней дистанции, и после нокдауна у него появилась такая, ну, как бы, не то что боязнь, он стал остерегаться уже Матиаса, он прочувствовал удары, что тут действительно лупит о-го-го. И странно он начал уходить с ближней дистанции, уже сам Матиас хотел рубиться на ближней дистанции, вроде бы как выгодно для Батыра, но он был потрясен, и он начал уже пятиться. Хотя и у Матиаса уже там получалось, в принципе, и с дальней дистанции, и с средней, и с ближней, у него все получалось, в то время как у Казахского проспекта почти ничего не получалось. И там чуть ли не случился перелом, по-моему, в седьмом раунде Казах хорошенько попал прямо вот в челюсть Матиасу, и тот заплясал, и мне показалось, что, возможно, будет сейчас какой-то перелом, наверное, всем так показалось, но всем показалось, именно показалось. Нет, Матиас оправился, он, в общем, вышел курчиком, и начал опять вот этот вот прессинг Казаха. Казах нахватался огромное количество ударов, там у него лицо было разбито в хламину, и тут я снимаю шляпу перед его командой, которая, в общем-то, ну, помятуя судьбу Дадашева, они не стали уже играться в этих, скажем, оловянных, стойких солдатиков, они после восьмого раунда прекратили это избиение, и не вышел уже, в общем-то, Казах. Что сказать по Казаху? В принципе, он мне понравился, хороший парень, показал хороший характер, действовал хорошо, и хорошо держит удары, удары у него не слабые, есть ум, интеллект, и вот на каком-то сайте я читал, что его слишком рано вывели на такого бойца. А какой боец Матиас? Матиас, он около топ. То есть пора, наверное, уже выходить, если не бить таких бойцов, как Матиас, то что, сколько еще можно адаптаться на месте, тем более, что Казах, он очень неудачно стартовал в профессиональной, ну, в общем, профессионалах, да, два боя первых, которые он провел, они были признаны несостоявшимися. Представьте себе, ты готовишься, ты стараешься, и вот один бой несостоявшийся, второй, блин, бой несостоявшийся, тут ты, конечно, врагу такого не пожелаешь, он просто потерял много времени зря. Ну, что, он оступился, не знаю, будем посмотреть, это такой, как бы, казахский богачук, тоже вот все украинцы говорили, богачук, там Серега, там, да, он там вообще станет чемпионом, он завалит, а я говорил, нет, он не станет чемпионом, он до первого около топа, и потом мы посмотрим, что будет, ну, мы увидели. Да, и команда, то, что остановила, она сберегла здоровье Батыру, и она сберегла, скажем, одно дело, когда просто остановили бой, а другое дело, когда тебя забил соперник, когда ты стоишь беспомощный, сыпется отовсюду удар, и ты ничего уже не можешь сделать, ты ничего не понимаешь, и тут бум, тушат свет. Это большая травма, 90% боксеров, ну, скажем, плохо переносят это все, ломаются, и Батыр Джукинбайу мог бы сломаться, его бы Матиас сломал бы, ну, команда не дала этого сделать, я думаю, что с ним поработают и психологи, он еще молод, и, знаете, как говорится, за одного битова двух дебит их дают, вот здесь он получил очень хороший опыт, побыл под таким прессингом, кстати, что касается этого прессинга, такое впечатление, что Матиас, он что-то кушает, ну, реально какие-то таблетки кушает, потому что чувак вообще не встает, то есть вообще никак, он провел вот 8 раундов, что первый, что восьмой, вот похер. Хотя, с другой стороны, ведь он все-таки, все бои приблизительно так, ну, проходит напористо, может просто генетика, и вообще он чернокожий боец, там у них, в общем, с этим хорошо все функционал, как правило. Вот, пишите, дорогие друзья, что вы думаете по поводу вот этого боя, я запомню, во всяком случае, и Матиаса, и Джукинбаева, хорошие бойцы обоих, мне понравились, ну, что сказать, удачи Матиасу, по силам, по силам ему, я думаю, стать чемпионом мира, не знаю, станет, не станет, но, в принципе, есть потенциал. Что до Казаха, тоже хороший Казах, не унывать, работать, приобрел бесценный опыт, и я думаю, хотя это его отбросит назад в развитии, но, в принципе, ну, теоретически, наверное, он может стать чемпионом мира, у него все есть для этого. Нет опыта и нет хорошей оппозиции, но это все исправимо, все исправимо, можно вполне, если грамотно его будет вести команда, это все наверстать. Так что, господа Казахи, не горюйте, будет и на вашей улице праздник, так сказать, у нас вот проиграл Богачук, сошел с дистанции такой проспект, у вас вот Джукинбаев, печалька такая. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу, если вы смотрели этот бой. Ставьте пальцы вверх, не забывайте подписываться на наш канал, и всего вам, ребята, самого крутизного в этой жизни.